Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 13 по 19 мая 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 169 сообщений о происшествиях, из них 23 преступления, 14 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 50 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. С 14 по 15 мая 2019 года на территории города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие «Должник». Основная цель данного мероприятия – выявить граждан, которые не оплачивают административные штрафы, и привлечь их к ответственности. В ходе мероприятия проверено 107 единиц автотранспорта, выявлено 23 административных правонарушения, в том числе 7 за неуплату административного штрафа в срок по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Уважаемые граждане, сотрудники госавтоинспекции Ненецкого автономного округа напоминают, что срок оплаты административного штрафа 60 дней. Не забывайте оплачивать административные штрафы в установленный законом срок. В ночь с 17 на 18 мая 2019 года на улицах города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции округа совместно с представителем общественного совета при ОМВД России по Ненецкому автономному округу проведено рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение случаев управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В рамках рейда проверено около 60 единиц транспорта, выявлено 17 административных правонарушений. Также окружные полицейские и представитель общественного совета Леон Миносян провели с водителями профилактические беседы и вручили информационные листовки, направленные на соблюдение правил дорожного движения и об ответственности за управление в состоянии опьянения. Кроме того, за минувшие выходные инспекторами ДПС выявлено два факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в одном из которых гражданин 1993 года рождения управлял мотороллером и ранее привлекался к ответственности. В настоящее время в его действиях усматривается уже уголовная ответственность, согласно статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. В период с 15 мая по 14 июня 2019 года на территории Ненецкого автономного округа проводится профилактическое мероприятие «Мошенник» с целью предупреждения о совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств дистанционным способом у населения округа. В рамках мероприятия сотрудники полиции осуществляют обход жилого сектора города Наринмара, поселка искателей и населенных пунктов округа. С жителями проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение совершения в отношении них наиболее часто совершаемых видов мошенничества. Кроме того, подготовлены памятки и информационные брошюры аналогичного содержания с целью распространения их среди населения округа, как в рамках обхода, так и во время проведения разъяснительных бесед в образовательных учреждениях, на предприятиях и организациях округа. В целях недопущения совершения различных видов мошенничества в отношении жителей на территории округа, стражи порядка призывают граждан доводить информацию до бабушек, дедушек, родителей, родственников, друзей, соседей и знакомых, особенно пожилого возраста. 13 мая 2019 года в дежурной части окружной полиции зарегистрировано заявление о том, что неизвестный мужчина похитил у 63-летнего жителя Наринмара, являющегося инвалидом первой группы, денежные средства в сумме 15500 рублей и мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. При этом применил насилие, опасное для жизни и здоровья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что преступление совершил 32-летний мужчина, ранее судимый за особо тяжкое преступление, который на следующий день совершил открытое хищение спортивной сумки с имуществом в жилом секторе по улице Рабочей в городе Наринмаре. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Мужчина задержан и в изолятор временного содержания Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу. Ведется следствие. 14 мая 2019 года сотрудники полиции встретились со студентами Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и обсудили важные аспекты борьбы с коррупцией. В рамках мероприятия полицейские разъяснили содержание понятий, имеющих отношение к коррупции, и ее проявлений раскрыли сущность правовых понятий, содержащихся в нормативно-правовых актах Российской Федерации. Разъяснили алгоритм поведения обучающегося и преподавателя по противодействию коррупционных рисков. И напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения. В завершение студентам вручены информационно-справочные материалы и памятки, направленные на повышение уровня правосознания граждан с разъяснением антикоррупционного законодательства. А 17 мая сотрудники полиции встретились с учащимися школой номер 5 Гордона Ринмара в рамках проводимых Управлением ВД России по Нинскому автономному округу оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, на предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, о вреде наркотиков и об ответственности за их употребление. А также они рассказали о правилах безопасного поведения в социальных сетях в интернете, что нельзя добавлять в друзья неизвестных им пользователей, а также размещать в своих аккаунтах личную информацию, содержащую их персональные данные, такие как дату рождения, место жительства, номер телефона, место учебы. Полицейские разъяснили школьникам, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам, если они поступили в смс-сообщениях или личным сообщениям в соцсетях, что нельзя вступать в переписку с неизвестными, чтобы не стать жертвой мошенников и обязательно рассказывать родителям, если им пришли такие сообщения. Кроме того, стражи порядка напомнили детям о сохранности личного имущества, особенно велосипедов, которые в связи с наступлением теплой погоды появились во дворах и на улицах города, и об ответственности за их хищение. Помимо этого они рассказали об ответственности за повреждения и уничтожение чужого имущества, напомнили о бережном отношении к школьному имуществу. В целях повышения доверия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации и пропаганды здорового образа жизни Управление МВД России по Невинскому автономному округу присоединилось к проведению Всероссийской социальной акции МВД России «Зарядка со стражем порядка». 14 мая 2019 года сотрудники полиции совместно с представителем общественного совета при управлении МВД Игорем Латкиным провели зарядку для ребят 6-7 классов средней школы номер 3 города Наринмара. После энергичной разминки стражи порядка продемонстрировали школьникам силовые приемы борьбы, которые используют при обезвреживании и задержании вооруженных преступников. Ребята, разбившись на пары, с энтузиазмом пытались правильно повторить все приемы, показанные полицейскими. За последнюю неделю в дежурной части Управлением МВД России по Ненинскому автономному округу зарегистрировано два заявления по фактам мошенничества. В первом случае 35-летняя женщина заказала автомобильный пылесос стоимостью около 4000 рублей, который ей предложил неизвестный мужчина, позвонивший на ее телефон и сообщивший, что у нее накопились баллы, которые необходимо потратить, иначе они сгорят. Получив и вскрыв посылку, заказчица обнаружила внутри неработающий автомобильный пылесос неизвестной марки, похожий на игрушечный. Аналогичным способом обманут еще один житель региона, 1955 года рождения, заказавший посредством сети интернет планшет стоимостью около 7000 рублей. Как и в первом случае, содержимое посылки не соответствовало ожидаемому товару. Вместо планшета мужчине прислали дешевый мобильный телефон с зарядным устройством от другого гаджета. Уважаемые жители региона, стражи порядка обращают ваше внимание на то, что в 2019 году участились случаи мошенничеств, совершаемых в отношении жителей Ненецкого автономного округа вышеуказанным способом. В связи с этим сотрудники полиции еще раз разъясняют, что при получении посылки вы можете проверить ее содержимое еще до оплаты только в том случае, если вы получаете посылку с описью вложения. При вручении адресату такая посылка подлежит вскрытию в объекте почтовой связи, в его присутствии. Если при проверке вложения оно оказывается в целости и соответствует описи, то почтовое отправление выдается адресату в установленном порядке. Но если при вскрытии посылки обнаруживается недостача, замена, полное или частичное повреждение, либо порча вложения, то почтовым работникам составляется соответствующий акт, а получатель вправе отказаться от ее оплаты и получения. Кроме почтовых отправлений, мошенники атакуют и социальные сети. Так в окружную полицию обратилась женщина 1969 года рождения, у которой неизвестное лицо путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств в сумме около 10 тысяч рублей. Сотрудникам полиции заявительница рассказала, что в социальной сети ВКонтакте через группу интернет-магазина цветов, находящегося в другом регионе, она хотела оформить доставку букета для своей мамы. С этой целью она разместила комментарии в этой группе, доступные для прочтения всем пользователям. С ней в переписку вступил пользователь соцсети, представившись представителем данного магазина. Обсудив все детали и условия доставки, женщина в оплату заказа перевела денежные средства по реквизитам, полученным в сообщении. Но в дальнейшем оказалось, что цветы не доставлены, а ее собеседник не имеет отношения к данному цветочному магазину. Уважаемые жители округа, стражи порядка в очередной раз призывают вас не пользоваться непроверенными интернет-магазинами и не торопиться переводить денежные средства неизвестным лицам. Проявляйте внимательность и бдительность. В дежурную часть управления за прошедшие выходные поступило 4 сообщения о хищении велосипедов и самоката. Оперативниками в ходе разыскных мероприятий установлено лицо, похитившее велосипед из подъезда дома в поселке Искателей. Им оказался ранее судимый мужчина, 1981 года рождения. Велотранспорт возвращен его владельцу. А отделом по делам несовершеннолетних раскрыта кража самоката и велосипеда, похищенных с территории школы номер 4 города Наринмара. В отношении 8-летнего мальчика и 7-летней девочки проводится проверка. Сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление лица, похитившего еще один велосипед из подъезда дома по улице Оленой. Хищение данных транспортных средств во всех случаях стало возможно в результате отсутствия на них противоугонного оборудования и халатного отношения к своему имуществу со стороны их владельцев. Стражи порядка напоминают жителям округа о необходимости обеспечивать сохранность своего имущества. И во избежание хищения рекомендуют не оставлять без присмотра велосипеды, самокаты, коляски и другое имущество. Использовать противоугонное оборудование. Не хранить в подъезде, под лестницей, на чердаке и в других общедоступных местах. Нанести индивидуальные метки на крупных деталях – раме, колесе, руле. Сфотографировать велосипед. Кроме того, призывают контролировать поведение своих детей и разъяснять им об ответственности за противоправные поступки и о том, что нельзя брать чужое имущество без разрешения его владельца. А также правоохранители разъясняют, что за проступки своих детей родители несут ответственность на основании статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.